Сердце млекопитающего, а значит, наше свое, человеческое сердце. Есть пара таких моментов, которые, ну просто так, чисто логически не выводятся. Даже если вы хорошо чувствуете биологический материал, взять и понять особенности работы сердца, не имея предварительных данных, сложноватость. Вот как раз человеческое сердце с этого свадебного сердца. У человека разгорожено не на последовательные камеры, а разгорожено вот как. Не только у человека, но и у птиц и у млекопитающих. Посмотрите, вот они, два предсердия. Так? При этом стенка есть не только разделяющая предсердия, а вот здесь эта стенка разделяет, разделять будет какую камеру? Вот этот желудочек. Обратите внимание, вот в этой стенке ни одного прохода нет. Деление сердца полностью произошло. При этом, в прошлый раз мы говорили, кровь от дыхательной системы у всех позвоночных. Какое предсердие возвращается, в левое или правое? Кстати, как левое и правое называются в медицине и в биологии. Показываю. Я стою перед вами. Я поднял руку. Это моя какая рука? Правая. А для вас она с какой стороны? С левой стороны. Это называется кросс-латеральное наименование. То есть вот это. Какой желудочек? Правый или левый? Левый. Это левый желудочек, а вот это правый. Левое и правое сердце. Итак, правое сердце, венозное. Правое сердце подают вот эти две крупнейшие трубы. Это верхняя и нижняя полая вена. Возврат венозной крови в сердце. И дальше, при сокращении предсердия, правый желудочек. И дальше с правого желудочка. Видите, вверху вышел сосуд, совсем короткий, который сразу Т-образно поделился. Вот такой сосуд ни с кем скукать нельзя. Труба толстенная, толщиной в вашу указательную поверхность. Так? И вот так Т-образно поделилась. Это легочная артерия. У человека они не длинные, но вот длинные. Каждый может быть длинные. Такая примерно длина у него легочной артерии. Они ведут только в один огонь, в легкое, где ветвятся на мелкие сосуды, пронизывающие. Все легочная прошло. Кровь прошла сквозь легочная. Вернуть сердце надо? А возвращаться будет по вот этим четырем трубкам. Значит, обратите внимание, вот эти две трубы идут от легочного, который вот здесь лежит. И вот на задней стенке я нарисовал еще два отверстия. Так? Это двойной вход от того легкого, который с той стороны. Это у человека четыре легочные вены. Две легочные артерии, но четыре легочные вены. При этом по легочным венам какая кровь идет? Бедная кислородом или богатая? Богатая, она же от легочной. А по легочным артериям, конечно, не нужна кровь. Классно разобрались. Ну а теперь самое главное, ради чего мы вернулись к крови мозга. А самое главное вот, что сердце у всех позвоночных окон не просто живучие, а необычайно живучие. Намного более живучие, чем все остальные окна. В частности, можно взять не только вскрыть живое существо, а вообще отоперировать сердце и сечь. Так? Понятно, если ведется такое оперирование, живое существо живое или уже погибло? Ну, конечно. Можно сначала декипетировать, ну, там, грубо говоря, голову отрезать. И через час после этого вскрыть перекрадиальную пуст. Так? Если это рыба или лягушка, то вы увидите работающее сердце. Понятно, что без головы рыба не живет. Она час как уже не живая, а сердце продолжает работать. Если сердце изолировать и поместить в сосуд с раствором, содержащим там особое вот пресно, вот не надо, клетки погибли, а с солевым раствором, то сердце 2-3 часа совершенно нормально будет работать. Именно эти особенности и позволили давно, почти 100 лет назад, научиться проводить операции на сердце. Так? В чем дело? А у сердца есть своя система автоматики. Даже если отсоединить сердце от мозгов, отсоединить сердце от остальной системы кровообращения, оно будет продолжать работать. Смотрим, как же эта система устроена. Значит, на самом деле, не так сложно понять. Давайте подумаем, какая камера вызывает большее давление, предсердие или желудочек? Желудочек. Что произойдет с таким сердцем, если одновременно сократится предсердие желудочек? Не, разорвать не разорвется, тем и прочим. Вопрос вот какой. Вот этот клапан откроется или нет? Этот клапан умеет открываться только вниз. Если одновременно сократилось предсердие желудочек, то куда его толкать будет? Вниз или вверх? Вверх. Клапан не открылся. Если клапан не открылся, желудочек, понятное дело, свою порцию крови выпросил, а вот новая порция поступила у желудочка или нет? Нет. При следующем сокращении поступит или не поступит? Нет. Все, сердце работает, но значит, реально, что сердце прокачивает кровь. Сердце работает, а кровь стоит. Так? Значит, вот такое нарушение, порядка сокращения в работе сердца называется фибрилляция. Для того, чтобы такие безобразия снять, в медицине используется прибор, который, как называется? Дефибриллятор. Совершенно верно. Электродефибриллятор. Вот учтите, во всяких фильмах, где показаны больные реанимации, вот человек лежит, масса капельниц, над ним приборы, и по экранчику лежит вот такая привара, отмечающая удары сердца. А потом включается зумер, и график переходит в прямую. И все начинают бегать и кричать. Остановка сердца, остановка сердца. Так вот, ребят, сердце в этот момент совершенно не остановилось. Так оно потеряло упорядоченность работы. Остановилась прокачка крови. Значит, хорошо. Реальная остановка сердца может происходить по совершенно другим причинам. Это относительно редкое состояние. Но человек-то так не ледочек. Сердце работает, а кровь стоит. Если в течение 10 минут из этого состояния не вывести, начнут необратимо умирать клетки головного мозга. Как называется вот этот зазор во времени? Вот это экстраническая смерть. Значит, мероприятие, которое всеми силами постарается вернуть человека, вытащить человека обратно, будет называться реанимация. Так, хорошо. Ну а теперь к системе автоматии. Повозвращаемся к рисунку, которую мы уже смотрели. Ради сердца смотрим. А как по-вашему? А если у рыбы одновременно сократится предсердие и желудочек, сердце будет прокачивать кровь? Итак, одновременно сократились предсердие и желудочек. Сердце прокачивает кровь или нет? Да нет, конечно. У желудочка стенки существенно более сильные, поэтому давление в этой камере окажется больше, чем в этой, и этот клапан закроется. Никакую кровь он не пропустит. Поэтому сокращается, начиная с рыб, не все камеры сердца одновременно, а строго последовательно, справа налево. А это значит, какая камера должна сокращаться первой. Вон там я написал название. Я это надавал запомнить. Венозный синус. Вот он. Значит, начиная от амфибий, синус сам по себе исчезает. Он становится не нужен, вены теперь впадают просто с самого предсердия. Так? Но камера синуса исчезла, а вот кусочек его стенки остался. Мышечные клетки от бывшего синуса перерождаются и превращаются, меняют задачку. От сокращения, и главной задачкой становится генерация нервного юбуса. Это так называемая акипичная кардиомиоцита. Сокращаться они не умеют. А теперь вот оно, сердце человека. Давайте вспоминать, какое предсердие новенькое, принимающее кровь из легких, а какое старенькое, из тела. Итак, какое предсердие эволюционно молодое, принимающее кровь из легких? У рыб легких нет. Точка. Значит, вот оно молодое предсердие, а вот это кровь из тела принимает. А это значит, в какой точке должен был бы стоять синус? У рыбы где стоял синус? У рыбы нет правого влевого предсердия. Перед предсердием, принимающим кровь из тела. У нас теперь два предсердия. Одно принимает кровь из легких, второе из тела. Вопрос, где должен был бы стоять синус? Именно так. Вот он здесь стоит. Вот это темное скопление, видите? Между верхней и нижней полой вены. Значит, клетки синуса без всяких сигналов извне, просто у них так обмен веществ встроен, через каждые 0,8 секунды создают новый мерный инфекцию. Ведь электрический импульс могут создавать отнюдь не только нервные клетки. Мышечные клетки вполне способны создавать, проводить сигналы. Да? А теперь? А теперь давайте смотрим. От точки возникновения сигнал, вот эти черные линии, видите? Черные линии расходятся ко всем участкам стенок предсердия. Но смотрите, какая неприятная история возникает. У этих проводящих путей одинаковая длина или разная? Да. А что произойдет? Если сначала сигнал придет вот к этой стенке предсердия, а только потом к этой стенке, сможет ли предсердие все одновременно сократиться? Нет. Нет, не выйдет. А это значит, что предсердие не создаст давление для открытия клапана. Задача, как и для санкога, в физике. Итак, у нас есть источник электросигнала. Так? У нас есть проводники разной длины. Задача обеспечить проход сигнала во все финальные точки это в одинаковое время. Без разницы по времени. Наверное, у нас какие-то, которые есть в другой скорости проводят. А от чего будет зависеть эта величина? От чего будет зависеть? Закон Бома для тех, у кого физика уже была. Штука знакомая? Да. Ага. Соответственно, какую величину надо менять в характерических проводниках для того, чтобы не одновременно проходили сигналы? Напряжение. Либо напряжение, либо сопротивление. Вот эта система меняет сопротивление. Очень просто. Дело в том, что проводящий путь равно так же, как и с металлическими проводниками. Берем с вами тоненькую проволочку и берем вот такой кабель. У кого больше сопротивления? У тонкой проволоки или у кабеля? У тонкой проволоки. Конечно, у тонкой проволоки вам много-много раз. Ну, по аналогии давайте. Телектор зарядов ведет себя ровно так же, как жуткость. У вас есть ванна. Две ванны. Из одной на улицу ведет вот такая дыра, которую можно открыть. Вот он, кабель. А из другой на улицу ведет вот такое отверстие, которое нужно открыть. Вопрос, из какой ванны быстрее вытечество оттуда? Ну, из первой, конечно, диаметр локов. Соответственно, очень большое количество зарядок или молитвы воды за единицу времени сквозь площадь сечения может проходить. В результате, как достигается одновременность? В самые далекие участки предсердия идут самые толстые проводящие пути, а в самые близкие самые тоненькие. Поэтому ко всем участкам стен предсердия сигнал проходит строго одновременно. И длится это безобразие одну десятую секунду. Мы вряд ли любители всяких умных слов. Значит, сокращение участка миокарда называется в медицине и биологии систолом. Систолом. Сокращение участка миокарда. Систолом предсердия у человека занимает одну десятую секунду. Можно ли допустить в это же время систолу желудочка? Нельзя кровь вставить. Поэтому, кроме вот этих пути, идущих предсердием, посмотрите, от первичного синусного центра еще идет вот этот, такой толстый черный путь. А идет он вне желудочковой перегородки. Вот здесь находится вторичный водитель ритма, который управляет уже не предсердием, а желудочками. Значит, у него очень простая задачка. Получив сигнал, он должен задержать его на какое время? На одну десятую секунду. Он дает фолу предсердия выдолкнуть кровь желудочка. И только после этого он пропускает сигнал к стенкам желудочка. Вот эти многочисленные ветвящиеся в стенке желудочка пути, опять же, для любителей умных слов, будут называться пучок гиса. Потом этот пучок распадается на два пучка, разошлись влево и вправо, ножки пучка гиса и в конечном итоге на тоненькие волокна, волокна пухкиния, которые прорастают просто весь миокард. Классно. Систола желудочка будет длиться 0,3 секунды. Трое дольше, чем систолу предсердия. Классно. А через 0,3 секунды что произойдет со стенками желудочка? Они расслабятся. Они расслабятся. Расславление участка миокарда называется диастолом. Если вы с этими словами разберетесь, вы хотя бы будете понимать, о чем говорит приказ скорой помощи, которая перековаривается, делая кому-либо кардиограмму. Что такое экстрасистола? Что такое аритмия? И там подобные вещи. Ну а теперь посмотрим, какие события будут на этом фоне развиваться. Да, кстати, при расслаблении, при диастоле в стенке камеры любая камера что начинает делать? Вот у нее кончилась систола, началась диастола. Что делает камера? Расширяется и давление в ней подходит. Классно. Ну и давайте сначала подействуем, а потом и немножко посмотрим в реальном времени. Значит. Итак, это самый конец общей диастолы сердца. Обратите внимание, зеленая точка сгорелась. Вот смотрите, вот конец общей диастолы, вот, загорелась. Это что значит? Возник сигнал в первичном центре, в синусном центре. Дальше. А дальше он проскочил по проводящим путям. Стенки предсердия, обратите внимание, они что начинают делать? В ответ на сигнал. Да, начинает сокращаться. Но вторичный центр, дальше пока сигнал не пускает. Дальше предсердия сокращаются все больше и больше. Давление в них растет. Обратите внимание, как ведут себя предсердно-желудочковые клапаны. Вот в этом состоянии. Обе створки закрыты. Так? Теперь предсердия стали сжиматься. Смотрим на створчики. Какая сила их открывает? Давление. Разница давления. Давление в предсердиях становится больше, чем давление в желудочках. Створки открылись. Так? Хорошо. Все. Кончилась систла желудочков. Загорелся вторичный центр. Прошла одна десятка. Дальше. Все. Сработала система проводящих путей желудочков. Вот она. Обратите внимание, что сразу сделали клапаны предсердного желудочкового. А почему они закрылись? Здесь две причины. Во-первых, что в это время делают предсердия? Они расслабляются, а значит, что с их объемом? Объем увеличивается, и давление падает. В результате, вот здесь давление упало. А желудочки начали сокращение. Что с давлением в желудочках? Повышается. Предсердно-желудочковые клапаны закрылись. Но посмотрите, открываются или не открываются, пока вот эти полуумные. Это вход в артерию. Пока закрыты, не хватает давления пока. А вот дальше. Смотрите, желудочки еще подсократились. Давление у них возросло. Что делают полуумные? Открылись. Желудочки продолжают сокращаться. И порция крови из желудочков выталкивается в артериальные стволы, в легочный ствол, и в артерию. Все, желудочек выжил из себя все, что мог. А дальше? А дальше он начинает расслабляться. При этом, что с его объемом? Увеличивается. Это значит, давление в нем падает. Обратите внимание, как вот эти клапаны сейчас поведут себя полуумные. Все, сомкнулись. Может ли кровь вернуться из артерии в желудочке? Нет, совершенно не способна. Дорог закрыли. Хорошо. Я старался в реальном времени это дело изобразить. Вот примерно так у вас в груди в течение всей жизни все происходит. Глядя на эту схему, можно две вещи понять. Во-первых, такое полное сердце. Ведь сердце при работе стучит. Согласны? Ну, вообще, слышали когда-нибудь стук в сердце? Важно. Вопрос. А что в сердце стучать может? Там же ничего твердого. Значит, дело в том, что выделяет два разных полного сердца. Первое, второе. Первое, это закрывание каких клапанов? Предсердно-желудочков. Это более короткий, глухой клапан. А второе, более громкие, звонкие, продолжительные. Это тон от закрывания уже полугунных клапанов. Это первая вещь. Вторая вещь. Поднимайте руки, кто умеет у себя или у других людей находить пульс. Ура! Пускайте, молодцы, это надо уметь делать. А поднимайте руки, кто может предположить, с какой скоростью пульсовая волна бежит по стенкам кровеносных сосудов. Руки, руки, не колдите руки. Прошу вас. Практически мгновенно, так как кровь качаетесь, сразу 6 метров. Надо же, как классно, практически мгновенно. Значит, тогда физику процесса объясните мне, пожалуйста. Как вообще думать, с какой скоростью у вас в кровеносных сосудах движется? Примерно. В разных сосудах очень по-разному. Быстрее всего в ауфте, там около метра в секунду. Медленнее всего в капиллярах, около половины миллиметра в секунду. То есть, на самом деле, как видите, в 2000 раз отличается скорость. Но уж практически мгновенно в кровеносной системе что-то страница ничего не может. Это вам не электрическая сеть, не компьютер. У кого какие-нибудь более реалистические идейки? С какой скоростью бежит пульсовая волна по стенкам сосудов? Полумет в секунду. Угу. Ну, первое, что приходит в голову со скоростью потока крови в этом месте. Ну, сердце бросило пульсовую кровь, она идет по сосудам и раздвигается к нему сосуду. Ага, вот оказывается вдвое быстрее, чем поток крови. В чем дело? Посмотрите, как ведут себя с тем сосудом, когда желудочки в них выбрасывают порцию крови. Посмотрите, сердце швыряет порцию, альтисалютная порция. За каждую систолу желудочки бросают полстакана крови. Порядка ста куб. Значит, в какую сторону? В голове или вот главное? Вопрос, в какую сторону в желудочке бросают порцию крови. Как в голове или вот голове? Как в голове. А теперь смотрите на форму сосудов. Выйдет из сердца, что они сразу делают? Они разворачиваются. В результате это порция крови, которую силам бросили, во что врежется? В стенку сосудов. А теперь представьте, что удобно решили немножко поразвлечься. взяли гаечный ключ и стали со всей дури колотить по батарее. Скажите, как отреагируют ваши соседи? Знаете, внимание, важный вопрос. Допустим, вы бьете по батарее на первом этаже. На каком этаже услышат этот гроб? На всех этажах СТРК. А как же звук пройдет через бетонные перекрытия? Да по стенке трубы, разумеется. Значит, дело в том, что любой упругий материал существенно лучше проводит звуковую волну, чем воздух. Да? Поэтому что происходит? Сердце швырнуло порцию крови, она ударилась о стенку артерия и вызвала упругую волну. А дальше эта упругая волна просто по стенке сосудов бежит. Ее-то и мы называем пульсом. Хорошо. Ну вот это добавочка тут донеса, которую я хотел вам дать по поводу сердец. Теперь вы немножечко представляете себя. Да, кстати, контрольный вопрос. Вы замерничали и вы побежали. Что с частотой сердечных стражей? Увеличивается. Предположите, на какую детальку сердца должна повлиять нервная система, чтобы повысить ЧСС. Руки. Не галдеть руки. Прошу вас. На желудочек или на нервную силу. Так, ребят, давайте договоримся. Я не дал название. Вот эти центры будут называться первичные и вторичные водители ритма. На синусе какой водитель ритма себе? Первичные. В стенке? Вторичные. Значит, для тех, кто увлекается латынью, первичные называются синусные центры, а вот это акриовентрикуляры. Вовсе не обязательно дело запоминать, но кому интересно. Значит, возвращаемся к вопросу. На что в сердце конкретно надо повлиять для того, чтобы возросла часть ? Кто задает скорость сокращения? Разумеется, на первичный центр. Теперь смотрим. Помните, что в норме первичного центра раз в 0,8 секунды возникает? Так? Значит, 1 десятка после этого пойдет систол предсердия, 3 десятка систола желудочка, а дальше все сердце расслаблено. Вопрос, сколько времени сердце будет оставаться расслабленным? 0,4. А через 0,4 что произойдет? Следующее возбуждение синусного и цикл повторится. А вот теперь за счет сокращения какого этапа сердце может повысить ЧСС? Если мы повышаем ЧСС, значит от удара до удара время сокращается. Вопрос, все три фазы равномерно сокращаются или нет? На плинах есть систола предсердия, систола желудочков и общая диастола. сердце не нужно ну подумайте что сокращаться будет. Только дверки на всех не может так Когда у вас, вот загнали сердце, приказы на повышение частоты идут настолько часто и настолько сильно, что у сердца в синусном центре каждые 0,4 пошел возникать сигнал. Это во сколько раз увеличилась частота? В два раза, вдвоем взросла. А что так же будет? Надо сказать, что во время тяжелых физических соревнований, допустим, на Олимпиадах, на всяких надежных мерах и так далее, у спортсменов пульс может заваливать за 200. Но это так называемая неадаптивная база. И не дай бог у вас, у нетренированных людей, пульс к этим значениям будет приближаться. Смотрите, что будет происходить, если он возрос более чем в город. Все, вы съели общую диастову, ее не осталось. Что дальше будет сокращаться для того, чтобы повысить частоты? У нас тогда будет с чистого предсердия накрываться с чистой желудка. Именно так. Они начинают наезжать друг на друга. А если они наезжают друг на друга, может ли вся кровь из предсердия выбрасываться в желудочек нормально? У желудочка-то мощность выше. Поэтому вот такая запредельная частота работы сердца приводит не к увеличению циркуляции, а к уменьшению циркуляции. Значит, это уже сигнал того, что всю систему включается в разную стойку. Это не адаптивно. Спасибо. Спасибо.